Приветствую вас! Мне бы, конечно, не хотелось бы сделать последних выводов относительно вашей проблемы, но, судя по тому, что вы говорите, у мужчины в очень яркой форме выражен инфантилизм, эгоизм и пассивность. Ну, я думаю, вы об этом знаете. Так же, вы описали, ну, может быть, не совсем явную, но все же симптоматику алкогольной зависимости у мужчины. И это очень тревожный звоночек по отношению, опять же, к вам. То есть, если у него действительно есть алкогольная зависимость, она у него, скорее всего, есть, раз вы поставили ему ультиматум либо вы, либо алкоголь, то, соответственно, мужчина просто так от нее не вылечится и будет употреблять алкоголь вплоть до оказания ему квалифицированной помощи в аспекте наркологии. Именно видовой, что организм человека уже в достаточной степени детоксисирован и не может без дозы алкоголя. Значит, вы пишите о том, что на протяжении десяти лет, что вы вместе с одним человеком, на протяжении этого времени, вы с мужчиной, вы не расписаны, у вас нет детей и вы для него делаете очень многие вещи. Понятно, что 41 год человека изменить нет возможности. Да и вы, в принципе, сами даже никакого вопроса как такового не задаете. То есть вы не пишите о том, что именно вы хотите, какой помощи вы бы хотели от, например, нас, какой помощи, например, вы бы хотели от психологов и так далее. Об этом вы ни о чем не пишите, к сожалению. Хотя это было бы весьма, весьма и весьма кстати. Потому что именно этот вопрос, именно правильно поставленный вопрос определяет то, что мы можем для вас сделать. Далее. Значит, судя по всему, вас довольно продолжительное время устраивало то, что происходит. То есть вам, ну, я не знаю, наверное, нравилось то, как обстоят дела с этим мужчиной у вас. Ибо других объяснений тому, почему вы терпели такое отношение десять лет, ну, для меня это совершенно непонятно. Исходя из этого, исходя из этого, возникает вопрос. Позиция мужчины не менялась со временем. То есть он как бы был изначально на протяжении десяти лет вот таким, да, он, в принципе, такими остался. Я полагаю, что изменилось что-то именно в отношении вас. То есть вы что-то поменяли в своем, видимо, восприятии. Именно вы как-то изменили свое видение ситуации, ну, по крайней мере, очень сильно на это похоже. Поэтому возникает к вам следующий вопрос, а именно, что поменялось в вашем восприятии себя и мира, что вы задали нам этот вопрос. И самое главное, чего вы все-таки хотите от нас, от психологов. Дальше. Следующий важный момент, который я хотел бы вам сказать. Это то, что вне зависимости от того, почему мужчина стал таким. Вне зависимости от того, почему у вашего мужчины появилось такое вот отношение к вам, вам самой нужно решать, на мой взгляд, что вы будете делать дальше именно со своей жизнью. То есть выбора у вас на самом деле не так много. А именно, либо вы его принимаете, либо вы человека принимаете таким-таким, какой он есть. Либо вы живете уже своей жизнью и, значит, как-то стараетесь обустраивать свою собственную жизнь, потому что он не изменится. Это совершенно очевидный факт. Я надеюсь, что вы отнесетесь к этому адеквату. Я надеюсь, что вы справитесь с тем, именно, что вам нужно будет сделать такой, на мой взгляд, довольно-таки сложный выбор. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это действительно очень сложный выбор, который вам предстотел, потому что все-таки 10 лет вы жили с этим человеком, и вот сейчас вам приходится принимать такое вот не очень хорошее, на мой взгляд, решение. То есть нужно, чтобы вы приняли, сделали выбор. Ваш мужчина, он останется таким-таким, по крайней мере, до тех пор, пока вы не выведите его из зоны комфорта, в которой он сейчас находится. А именно, его все устраивает, ему все нравится, у него нет никаких проблем, у него нет никаких трудностей с тем, как он живет. И вот если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, для начала нужно вывести его из той зоны комфорта, которая у него есть. Без этого невозможно будет ничего абсолютно сделать. И поставить его, очень важно поставить его перед выбором, о котором я вам говорил. Вот. А что еще можно сказать вам, отвечая на ваш вопрос? Ну, пожалуй, добавить можно только то, вам было бы неплохо для себя понять, что же заставляет вас, что заставляет вас быть с этим человеком, почему вы до сих пор с ним, зачем вы с ним, что удерживает вас с ним и так далее. То есть нужно, чтобы вы поняли, собирались понять эти важные, на мой взгляд, моменты, и когда и если вы это поймете, то вам станет ясно, что делать в данной ситуации. Что касается того, почему человек стал так себя вести, здесь, я думаю, особого значения, особой роли это не играет, потому что эта информация полезна для него и для нас, если мы работаем с ним, но не полезна для вас, потому что вы с этой информацией ничего не сможете, к сожалению, сделать. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если у вас остались неясности, недочинности, вы можете спросить меня об этом, я вам также в личке все разъясню. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего-всего самого доброго и удачи вам! Спасибо!